Сегодня вам потребуется совсем немного. Жесткая канва, шерстяные нити, узкие полоски текстиля и отличное настроение. Мы будем использовать ячейки канвы для образования самых разных текстильных фактур. А потом формировать из них удобные футляры, сумки и даже предметы одежды. Ну, например, вот такой корсет. Почему нет? Приглашаем вас на нашу творческую кухню. С вами сегодня Татьяна Лазарева. Здравствуйте, дорогие зрители. На Руси говорили, девка придет, бог ей в руки нитку дает. У нас в руках сегодня действительно шерстяные нити и не только. Самый разный текстильный материал сегодня пойдет в работу. Мы будем его миксовать между собой, создавая разные текстильные поверхности. Нам потребуется для работы любая сетчатая база. Я для работы взяла вот такую пластиковую ячейстую канву. Она бывает с самыми разными ячейками, крупными, более мелкими. К тому же, если вы заглянете в хозяйственный магазин, то там в резерве самых простых бытовых предметов есть вот такие сетки. Вы можете осуществить один и тот же прием и на мелкой ячейстой поверхности, и на достаточно крупной. Просто тогда вам нужно будет, если вы заполните текстилем вот такую поверхность, аналогично нашему приему, то вы можете делать и вот такие кладчи-сумочки, или делать достаточно большие сумки. Все в ваших руках. Самое главное не останавливаться на достигнутом и продлить прием, добавив в него что-то свое. Если вдруг у вас под руками, но нет вот такой купленной в магазине канвы, тогда я предлагаю очень хитрый прием. Вы просто берете в руки хлопчатобумажную нить и крючок, и столбики с накидом, которые точно также организуются в ячейстую структуру, нужно будет просто прожелатинить. Вы берете достаточно крепкий раствор желатина, густой, смачиваете тампон и пропитываете вашу связанную крючком поверхность. И у вас получится точно такая же ячейстая структура, которую аналогично нашей поверхности вы организуете с помощью иглы с большим ушком, шерстяной, например, нити и вашей заготовленной поверхности. Теперь определимся с материалом, который вы можете использовать. Вы можете взять, как я, просто кусочек шелка или органзы. Вы видите, что полосочка достаточно узкая, вы можете ее сделать и пошире. Если вы нарезаете ее по косой, то тогда нужно будет просто натянуть саму текстильную поверхность и посмотреть, какую нагрузку она выдерживает, потому что косой надрез очень непрочный, поэтому нужно будет выбрать именно ту ширину полоски, которая не рвется. Здесь по долевой я 5 мм сделала полосочку, и именно ей я буду работать, заполняя всю поверхность. Можно для работы точно так же использовать любую тесьму, ленту, а можно вот такую шерстяную, казалось бы, нить. На самом деле это узкая полоска искусственного меха. Если вам захочется вот такую ворсистую поверхность проложить по конве, то вы берете просто кусочек искусственного меха, ножницы и делаете надрез. Вот здесь очень важно, в каком направлении. У искусственного меха есть долевое направление и уточное, то есть поперечное. С помощью ножниц, вы видите, я сделала надрез где-то 3-4 мм. А потом, просто потянув, вы разделяете вот так саму поверхность, и у вас получается ворсистая нить, которую можно тоже использовать для прокладки в нашу канву. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Иногда мы пытаемся что-то изобрести, но на самом деле иногда возвращаемся к нашим истокам. Заглянув в бездонный бабушкин сундук, мы находим там очень много полезных вещей. Например, если взять книгу по вышивке и посмотреть, как вышивается крест или стебельчатый шов, то можно тот же прием повторить и получить абсолютно новую поверхность, просто увеличив модуль. Так мы и сделаем. Итак, первый прием будет очень простой. Вы берете канву. Я уже сказала, что это будет рабочая игла с очень большим ушком. Вы видите, что ушко позволяет провести сюда любой текстильный материал. Я использую для первого образца шерстяную нить. Мы будем работать под наклоном. Вы видите, что сначала мы стежки прокладываем справа налево. Вот такой диагональкой. Дойдя до низа, мы поднимаемся, прокладывая стежки в противоположном направлении. Они встречно дают вот такую красивую елочку. Музыка. 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 Потом вы можете взять ту шерстяную ниточку, которую вы сделали из искусственного меха. И в серединку мы можем вот так проложить еще очень простым стежком вперед иголку. И у вас получатся вот такие интересные промежутки. Музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вы обратили внимание, как быстро идет работа. Таким образом заполняется поверхность любого размера. Вы можете начать с маленького образца, а потом перейти на достаточно большую поверхность. Это может быть и чехол для ноутбука, и удобная сумка, и, например, обложка для блокнота или любимой книги. Экспериментируйте, я думаю, что результат будет у вас замечательный. Добавил субтитры DimaTorzok А, кстати, еще один очень простой прием, который позволяет заполнить очень большие поверхности буквально в считанные минуты. У этого стежка древняя история, он называется тамбурным. Его впервые стали использовать в Персии и в Индии. Мастерицы там использовали специальный крючок, который назывался ари. В западной культуре используют тамбурный стежок или просто иглу с нитью. Именно этот стежок стал основным для самых первых вышивальных машин. Второй образец будет очень похожим. Просто мы уменьшим модуль. Мы будем идти достаточно небольшим по размеру диагональным стежком. И эта елочка организует вот такую красивую, очень плотную текстильную поверхность. Разница будет только в том, что мы возьмем для работы уже не нити, а вот такой шелковый фрагмент, который по долевой мы надрежем. Если ткань позволяет, то можно ее разорвать на очень узкие полоски. Тогда у вас получится такой небольшой текстильный ворс, потому что ворсинки в варианте плетения будут между собой еще дополнительно давать такую ворсистую поверхность. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вы обратили внимание, что работа достаточно плотная. Вы можете точно так же, как в предыдущем случае, проложить еще дополнительно какие-то прожилки. Добавляйте какие-то новые элементы фактуры, и у вас будет очень красивая поверхность. Обратите внимание на корсет. На корсете мы миксовали между собой, смешивали самые разные текстильные элементы. Это и шелк, и ситез, и ленточки, которые перекручивались между собой. И получилась такая богатая фактура, которая напоминает желтые листья осеннего леса. Экспериментируйте, мне кажется, все в ваших руках. А кстати, мы сейчас работали на прямолинейной поверхности и брали идеальный прямоугольник. Но вы можете усложнить свою задачу и взять вот такую фигурную деталь, на базе которой вы будете использовать наши приемы. Вы просто берете лекало корсета, например, и все детальки выкраиваете из вашей канвы. Потом берете иголочку, и тот материал, который вы выбрали для работы, не обязательно эта шерстяная нить, это может быть гладкая поверхность вот такой атласной ленты. Потом любым из освоенных вами приемов вы заполняете всю эту ячеистую поверхность, обрабатываете периметр косыми беечками, вставляете косточки для корсета, и детали у вас готовы. Удачи вам! Один из самых, пожалуй, любимых – это стежок крестом. Давайте попробуем сделать это на нашей поверхности. Обратите внимание, что сам рисунок, достаточно простой, может быть усложнен за счет новых элементов. Ну, например, поперечных и продольных стежков, которые могут быть контрастными по цвету, как в нашем варианте. Посмотрите, какая интересная поверхность получается, если мы к простому приему относимся творчески. Заполнение такой поверхности будет проходить в два этапа. Сначала мы делаем обычный крест, вы видите, он темного коричневого цвета, а потом по этой же поверхности мы будем идти сверху вниз, прокладывая вертикали, и горизонтальные линии, которые тоже самое контрастно подчеркнут уже поперечное направление. И у нас получатся такие красивые паучки на белом фоне, которые уже будут отличны от простого креста, который мы видели только что на рисунке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова